Принятие решения об инвестировании на эмоциях. Это очень частая и очень популярная ошибка, с которой сталкиваются крайне многие инвесторы, причем даже очень продвинутые инвесторы тоже с этим сталкиваются. Почему? Человек, существо стадное, ему очень тяжело противостоять мнению большинства. И когда все стадо куда-то бежит, найти в себе силы, силу духа прежде всего, идти в другом направлении уверенно и не терзаясь особо сомнениями, это очень большого и дорогого стоит. Но, к сожалению, к сожалению, как правило, толпа не права. То есть то, куда бежит толпа, там ничего хорошего не осталось. Обычно толпа бежит вот с огромной скоростью весело в пропасть. Ну или ее ведут туда, что тоже нередко бывает, а то и, как правило, бывает на финансовых рынках. Так вот, принятие решений на эмоциях. Все куда-то, бац, во всех СМИ начинают твердить, что скоро все будет плохо и надо все продавать. Или наоборот, начинают твердить, что вот такие-то акции сейчас взлетят, потому что вот то-то-то-то. И человек начинает принимать решения просто на эмоциях, потому что, ну все же так говорят, все же так делают, наверное, это правильно. И ему он смотрит какую-нибудь компанию на фондовом рынке, ну нравится компания. Я бы, вот мне кажется, она хорошая. Почему? Ну потому что вот нравится, надо брать. Или принятие решений на эмоции в недвижимости. Вы будете удивляться, но столь часто я сталкиваюсь с ситуацией, вот ко мне на консультацию приходят индивидуальные люди и говорят, «Николай, мы вот купили недвижимость, какую-то квартиру, и она вот вообще, она не сдается, не знаем, что с ней делать, при этом дорогущая в центре Москвы. Продать по нормальной цене не можем. Как быть?» Я спрашиваю, хорошо, а почему вы ее купили? Ну там такой вид из окна был потрясающий. Мы поняли, что эта квартира то, что надо. Раз нам она нравится, значит и всем понравится. И мы купили. Это, конечно, более характерно для женщин, такой подход. Но нередко то же самое делают мужчины, просто немножко в других областях. Например, на рынке акций или крипта. Крипта, когда тебе сосед начинает рассказывать, я вот купил в свое время какую-то криптовалюту по такой цене, потом продал с доходностью 900% за 3 месяца. Это, кстати, реально, я сам так однажды делал. И вот вы это слышите, думаете, сосед, при этом у него 3 класса образования, ну ладно, ПТУ образование, и он 900% делает, а я-то что? У меня 2 высших образования, Executive MBA, я кандидат экономических наук. Все, надо точно срочно все бросать и покупать. И вы нажимаете кнопку купить, и потом происходит что-то странное. Напишите, пожалуйста, сталкивались ли вы с такой проблемой принятия инвестиционных решений на эмоциях, которые приводили потом к не очень приятным финансовым последствиям. Если да, пишите в комментариях, я думаю, это будет очень полезно другим инвесторам. У нас вскоре будет онлайн-марафон бесплатный, первые шаги в инвестировании. И рекомендую пройти, чтобы как раз вы могли более взвешенно принимать ваши решения. Ну, а пока напишите в комментариях, насколько для вас знакома эта проблема.